Древлянка Последние дни и приходятся на ликвидационный период Прошло 3,5 года со дня заключения договора на перевозки Договор окончился 1 июня перевозками будет заниматься автоколонна 11-26 Сейчас уже в течение этих двух дней мы передаем автобусы Водители также переходят на работу в автоколонну Автобусы передаются в технически исправном состоянии Кстати, все они прошли в мае техосмотр Поэтому, я думаю, больших проблем не будет Ни у водителей, ни у жителей Древлянки Надеюсь, что да У водителей-то их точно не будет Потому что уже переводы все завершены в принципе То, что их не будет у жителей Древлянки, я могу только надеяться Ежедневно автоник высылал в город 12-14 автобусов Товарищество стало, кажется, первым и единственным Негосударственным предприятием в стране Которое занималось пассажирскими перевозками в городе Создавалось оно с целью доказать, что можно работать и с ограниченными дотациями И так и работало все время, имея тарифоплаты на 20% меньше, чем автоколонна При этом ни разу не сорвало график перевозок И работало бы и дальше, но... Вторая сторона, то есть управление города, мэрия Не посчитало нужным продлевать с нами договор Таким образом, следует предположить, что, видимо, местному самоуправлению Удобнее работать с пусть и более дорогой, но послушной автоколонной Субтитры создавал DimaTorzok